Сегодня настали комикс для настоящих зубителей сюрреализма и панка, танкистка Расс, а сценариста Алана Мартина и художника Джейми Хьюллета. Издание в мягком переплете и матовой обложкой, 136 глянцевых страниц, на которых разместились 15 оригинальных мини-историй о похождениях танкистки. В конце тома вы найдете комментарии и небольшую галерею обложек, а открывает комикс большая вступительная часть от Алана Мартина, где он рассказывает, как создавался образ танкистки и что его вдохновило к написанию этой серии. Экземпляр комикса для обзора предоставлен издательством Jellyfish Jam. Образ танкистки, да и сам комикс был придуман в конце 80-х и начале 90-х годов, и его создатель вдохновлялся британской контркультурой того времени. Так что здесь есть все – сюрреализм, панк, DIY-культура, психоделия, ну и ко всему прочему отвязные кенгуру. В комиксе вы найдете ироничное, тотальное высмеивание всего и вся, насыщенный сленгом текст, безбашенный стеб над всякими деятелями и явлениями шоу-бизнеса, приколы по поводу наркотиков, алкоголя, секса, политики и тому подобное. Все это богатство разворачивается в мире после ядерной войны, в Австралии. Кстати, создатели не раз называли танкистку безумным Максом в юбке, а точнее в мини-шортах, а иногда и вообще без них. Главная героиня – хузиганистая панк в кубе, анархистка по убеждениям, воюющая против всяких разных несправедливостей. Девчонка-забияка по имени танкистка, которая даже спит с сигаретой во рту и бутылкой под мышкой. У нее есть всего одна вещь, которую она любит больше всего. Это навороченный танк с ракетными установками, пулеметами и пушками. На нем она гоняет по разрушенному миру в поисках мерзавцев, негодяев и просто уродов в целях быстрой отправки всей этой пестрой братьи на тот свет. Кроме массы врагов, есть у нее и много друзей и приятелей. И живет она в гражданском браке с мутантом-кенгуру по имени Буга. Рисунок здесь бомба. Он такой, какой и должен быть. Черно-белая палитра отлично передает нотки панка и бунтарства. Стоит отметить локализацию комикса. Это еще один мяч в корзину от команды издательства Jellyfish Jam. С первых страниц видно, что работа была кропотливой и проделанной на высшем уровне. Переведено все, даже самая мелочевщина, поэтому каждую страницу хочется облазить вдоль и поперек. И не пропустить ни одного слова. Будь оно наклейкой на бутылке, татуировкой или какой-то табличкой. Также стоит отметить, что специально для русскоязычного издания был разработан специальный шрифт. Также этому комиксу будут рады любители нецензуры и бранных словечек. Комикс имя напичкан. 18+, на обложке и целлофан, в которой был запечатан комикс, себя оправдывают. Также в русскоязычном издании есть то, чего нету в оригинальном. Под конец тома вас ждут комментарии, занимающие 8 страниц, которые подготовил журналист и музыкальный критик Кирилл Можай. Танкистка – это комикс, который не стоит читать при любви к строгим логичным сюжетам. А тем более не стоит читать людям впечатлительным и, боже упаси, без чувства юмора. Все остальные, особенно те, кому довелось соприкоснуться с неформальной культурой начала 90-х, получат большое удовольствие. Не забывайте подписываться на мой канал на ютубе и вступать в группу ВКонтакте. Перед каждым видео там выходит фото превью комиксов, которые вы больше нигде не найдете. И вступайте в группу официальной коллекции комиксов Марвел от Ашет. Все ссылки вы найдете в описании к видео. Информационный партнер – Комикс Сойт. Продолжение следует... Продолжение следует...